Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзляк Полонский и Кир под номером 1036. Нас просят решить систему уравнений и решаем мы систему уравнений методом подстановки. Итак, рассмотрим первую систему. Первое уравнение 4х-3у равно 15. Второе уравнение 3х-4у равно 6. И первое, что нам нужно с вами сделать, это выразить из любого уравнения системы одну переменную через другую. В общем-то, вы можете выбрать любой вариант. Я выражу х через у во втором уравнении. Тогда 3х оставляем в левой части. Минус 4у переносим в правую, меняем знак на противоположный, будет плюс 4у. И там еще у нас есть 6. Ну и теперь умножим обе части равенства на число, обратное коэффициенту перед х, на 1 третью. И тогда 3 умножаем на 1 третью. Это 1, потому что произведение обратных чисел. 1 умножаем на х, это х. 4у умножаем на 1 третью, получаем 4 третьих у. И плюс 6 умножаем на 1 третью, это будет 6 третьих. 6 поделить на 3, это 2. Мы с вами выразили х через у. Оставим в таком виде, потому что мы будем подставлять теперь во первое уравнение, вместо х выражение 4 третьих у плюс 2. Итак, записываем. Во втором уравнении мы выразили х через у. Выделим целую часть. 4 делим на 3, это будет 1 целая, 1 третья, у плюс 2. И подставляем первое уравнение. 4 умножаем, а вместо х выражение 4 третьих у плюс 2. минус 3 у равно 15. И теперь мы решим с вами уравнение с одной переменной у и найдем ее значение. 4 умножаем на 4 третьих у, это 16 третьих у. 4 умножаем на 2, это 8. Переписываем минус 3 у, равно 15. 16 третьих выделяем целую часть. 16 делим на 3, это будет 5 целых и 1 третья. Минус 3 у. И в правой части у нас 15. И 8 из левой части переносим вправо, меняем знак на противоположный, будет минус 8. От 5 целых 1 третий у вычитаем 3 у, получаем 2 целых 1 третью у. В правой части от 15 вычитаем 8, это 7. Ну и теперь, чтобы найти у, смешанное число представим в виде неправильной дроби. 2х3, 6 и плюс 1. Это будет 7 и знаменатель 3. 7 третьих у равно 7. Чтобы найти у, умножим обе части уравнения на число, обратное коэффициенту перед у, то есть на 3 седьмых. 7 третьих умножить на 3 седьмых. Обратные числа, произведение обратных чисел равно 1. 1 умножаем на у, это у. В правой части 7 умножаем на 3 седьмых. 7 делим на знаменатель на 7, это 1. И 1 умножаем на 3, это 3. Мы нашли с вами из первого уравнения значение переменной у. у равно 3. И подставляем во вторую. х равно 1 целую, 1 третью для умножения. Представим, как и было у нас в виде неправильной дроби 4 третьих. Умножаем на 3 и плюс 2. у равно 3, переписываем. И находим значение переменной х. 4 третьих умножаем на 3. Для этого 3 делим на 3. это 1, 1 умножаем на 4, это 4. И к 4 прибавляем 2, это 6. Все, мы нашли с вами решение системы. Это будет пара чисел 6, 3. Не забываем, на первом месте значение переменной х, на втором месте значение переменной у. А рассмотрим вторую систему. 2х минус 3у равно 2. 5х плюс 2у равно 24. Предлагаю в первом уравнении выразить х через у. 2х переписываем, оставляем в левой части. Минус 3у переносим в правую часть уравнения, меняем знак на противоположный, будет плюс 3у и плюс еще 2. Ну и теперь обе части уравнения разделим на 2, или что то же самое умножим на 1 вторую. 2 умножаем на 1 вторую. Это произведение обратных чисел, оно равно 1. 1 умножаем на х, это х. 3у умножаем на 1 вторую. Для этого 3 делим на 2, это 1,5. И дописываем буквенный множитель у. И 2 умножаем на 1 вторую. Это опять же произведение обратных чисел, оно равно 1. Все, мы выразили с вами в первом уравнении переменную х через у. х равно 1,5у плюс 1. И теперь во второе уравнение вместо х мы подставим данное выражение. Получаем 5 умножить. В скобках вместо х записываем 1,5у плюс 1 плюс 2у и равно 24. Решаем это уравнение. 5 умножаем на 1,5у. 5 умножаем на 15. 5 умножаем на 10. 5 умножаем на 5. 25. 50 плюс 25. 75. И отделяем запятой 1 знак. Получаем 7,5у. 5 умножаем на 1. Плюс 2у равно 24. Вычтем из обеих частей уравнение 5. В правой части 7,5у плюс 2у. Это будет 9,5у. 5 минус 5 минус 5 в левой части это 0. Для того мы и вычитали 5. А в правой части 24 минус 5 это 19. Ну и теперь осталось разделить обе части уравнения на 9,5. В левой части у нас останется у. Потому что 9,5 если мы разделим на 9,5 это 1. А 1 умножить на у это у. А в правой части если мы 19 разделим на 9,5 это будет 2. Мы нашли с вами значение переменной у. Возвращаемся к системе. И на месте второго уравнения мы с вами запишем у равно 2. И теперь подставим это значение для того, чтобы найти значение переменной х. х равно 1,5 умножить на 2 и плюс 1. И найдем значение х. 1,5 умножаем на 2 это 3. К 3 прибавляем 1,4. у равно 2. Все, мы нашли с вами пару значений, которые являются решением данной системы. Это 4,2. Рассмотрим третью систему. Третья система. Первое уравнение этой системы. 5у минус 6х равно 4. Второе уравнение. 7х минус 4у равно минус 1. И нам нужно выразить из любого уравнения системы одну переменную через другую. Выразим в первом уравнении у через х. 5у оставляем в левой части. Минус 6х переносим в правую, меняем знак на противоположный. Будет 6х. И в правой части есть еще 4. А теперь умножим обе части данного равенства на 1 пятую. На число, обратное коэффициенту перед у. Тогда в левой части 5 умножить на 1 пятую, 1. 1 умножить на у это у. 6 умножаем на 1 пятую. 6 пятых. И плюс 4 пятых. Мы легко с вами эти дроби, 6 пятых и 4 пятых, представим в виде десятичных дробей. Для этого достаточно и числитель, и знаменатель каждой дроби умножить на 2. И тогда у у нас будет равен. 6 умножаем на 2. Это 12. 2 умножаем на 5. 10. 12 делим на 10. 1 целая 2 десятых. И дописываем буквенный множитель х. Плюс. 2 умножаем на 4. 8. 2 умножаем на 5. 10. Получаем 8 десятых. 0 целых. 8 десятых. Все мы выразили с вами. В первом уравнении у через х. И запишем. У равно 1 целая 2 десятых х. Плюс 0 целых 8 десятых. И теперь это выражение. 1 целую 2 десятых х плюс 0 целых 8 десятых. Мы подставим вместо у во второе уравнение. 7х переписываем. Минус 4. А вместо у запишем 1 целая 2 десятых х плюс 0 целых 8 десятых. И равно это минус 1. Итак, мы получили с вами уравнение с одной переменной х. Решаем его и находим значение переменной х. 7х переписываем. Минус 4 умножаем на 1 целую 2 десятых х. Это будет минус 4 целых 8 десятых х. Минус 4 умножаем на плюс 0 целых 8 десятых. Произведение чисел с разными знаками результат отрицательный. 4 умножаем на 0 целых 8 десятых. Как мы это делаем? Мы 4 умножаем на 8. Это 32. И отделяем запятой один знак. Получаем 3 целых 2 десятых. Равно минус 1. Прибавим к обеим частям уравнение 3 целых 2 десятых. И тогда в левой части у нас будет 7х. Вычитаем 4 целых 8 десятых х. Это будет 2 целых 2 десятых х. Минус 3 целых 2 десятых плюс 3 целых 2 десятых это 0. А в правой части минус 1 плюс 3 целых 2 десятых. Мы складываем два числа с разными знаками. Перед часом с большим модулем стоит знак плюс. Поэтому результат будет положительный. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 3 целых 2 десятых вычитаем 1 целую. Получаем 2 целых 2 десятых. Ну и теперь осталось разделить обе части уравнения на 2 целых 2 десятых. И мы узнаем, что х равен 1. Итак, мы решили с вами уравнение. Нашли значение переменной х. Х равно 1. Найдем значение переменной у. Подставим вместо х единичку. Получим 1 целая 2 десятых умножить на 1 и плюс 0 целых 8 десятых. Переписываем х равно 1 и находим у. 1 целую 2 десятых умножаем на 1. Это 1 целая 2 десятых. 1 целая 2 десятых плюс 0 целых 8 десятых. Это будет 2. Мы нашли с вами пару чисел 1, 2. И эта пара чисел будет являться решением 3 системы. Можем записать ответ. Решением 3 системы будет пара чисел 1, 2. Перепишем условия 4 системы. Продолжение следует...